всем привет сразу как обычно благодарю всех тех кто смотрит мои монологи замечательные и слава богу не очень длинные не хочу быть утомительным спасибо вам за то что материально поддерживаете канал это очень приятно и напоминаю еще раз если хотите увидеть какой-нибудь альбом в моих руках посмотрите сначала в мои плейлисты покопайтесь там потому что там уже очень много снятых роликов и возможно ваша любимая пластинка уже была показана а я сегодня зашел в магазин увидел новый альбом стива люкатора прекрасного гитариста одного из моих любимых наверное гитаре рок-гитаристов скажем так но он играл в группе то то если кто-то не знает я послушал этот альбом и он мне не понравился несмотря на прекрасные хвалебные рецензии которых я начитался уже придя домой все его хвалят он хороший да но не знаю как-то как-то не пришелся у меня вот есть два альбома люкатора других и о них я обязательно расскажу но потом а сегодня силу того что очень много было пожеланий просьб и напоминаний первом альбоме группы the doors я вот его и показываю я его нашел я писал писал в разделе сообщества да так называется по моему что я потерял эту пластинку своих собственных кафах ну потерял куда-то сумму вы не мог найти долго 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 наверное около месяца и нашел вот она вот она пластиночка я ее нашел и с удовольствием верчу ее в руках электро все как надо вот такая никакой не новодел а стародел все в порядке слушаю я doors довольно редко потому что силу своего возраста слушал по музыку очень много в очень разном состоянии в разных компаниях и по разному поводу и поэтому ну переслушал наверное хотя музыка хорошая она мне нравится до сих пор правда не все как всегда рыбин сейчас начнет критиковать я не буду ничего критиковать я просто рассказываю то что мне нравится и это уж мне не нравится doors 1967 год первый альбом все это знают прекрасно джи моррисон рэй манзарек рубик ригер джон дэнсмор пол ротшилл ротшильд продюсеру брюс бортник все это дело записывал фанатство тяжелая вещь потому что ну я знаю очень много есть людей фанатов doors фанатов джима моррисона книги пишут прынок про кого только книги сейчас не пишут конечно это дело десятое ну в общем что касается дорс там фанатство процветает и в нашей стране в том числе в нашей стране кстати наверно даже больше чем где-либо потому что ну потому что так сложилось у нас в принципе довольно мало групп знают люди даже сейчас даже в наше время в наше время побольше мы в принципе конечно не очень много и среди этих групп конечно находится какой-то объект поклонения и ну ему поклоняться все у них все а там определенная часть и поклоняется 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 чтобы не спел джи моррисон все бесподобно может быть я допускаю может быть и все бесподобно мне не все здесь нравится но пластинка очень хорошая и для своего времени она конечно она и для нашего времени хорошая и сейчас интересно слушать и приятно потому что ну хорошая музыка действительно это тема отдельного разговора вот я прочитал недавно комментарий совсем недавно по поводу группы крим отличная что такое отличная группа но может быть она устарела это отдельный ролик будет посвящен устарела не устарела вот и о чем я становился что для своего времени она была конечно ударом в мозг для слушателей почему потому что она отличалась от всех групп калифорнийских и не калифорнийских по своему звуку они сделали совершенно новый звук ни на что не похожий что такой был звук шестьдесят седьмого шесть шестого года в калифорнии да особенно это great full dead quick silver messenger service big brother and the holding company great full dead love и много-много-много групп имен которых мы имена которых мы не так хорошо знаем как вышел помянутый это гитарная история с ритм-гитарами обязательными да с длинными гитарными соло между куплетами я очень это дело люблю я очень люблю great full dead одна из моих любимых групп но звук в принципе в одну тут не в одну дуду у всех был но выстроена была такая звуковая картинка в которой все работали там рейд джефферсон и плейн и и great full dead и все все было более-менее как-то так примерно не то чтобы одинаково но палитра звуковая была схожа не удобрить похоже схожа хоть там скрипку добавляй хоть флейту все равно это было все туда же но на другом побережье группа ванила фадж правда использовала орган вовсю вовсю ивановскую как говорил моя бабушка там абсолютно другая была музыкальная структура абсолютно друг друг другая музыка вообще не похожая на калифорнийскую историю а в калифорнии вот это все было такое пространное такие вот эти гитарные дела и довольно по-хорошему грязноватые такие дорж совершенно слова совершенно я очень часто употребляю ну ладно они вообще с другой стороны зашли очень чистое звучание на альбоме по крайней мере на концертах тоже потому что такой инструментарий что грязноты не грязноте не откуда взяться очень чисто играл роби кригер на гитаре но на гитаре допустим все играли чисто хорошие гитаристы ну кроме гитаристов big brother and the holding company там своя история была а здесь в принципе кригер со школы игры фламенко со школы игры фолк рока фолка чистого он на электрической гитаре научился играть не так давно перед перед записью этого альбома пину придя в группу the doors скажем так взял в руки электрическую гитару он был от отличным гитаристом уже но больше занимался акустикой а школа фламенко она подразумевает чистое звукоизвлечение хорошие да чистую работу и левой руки и правой руки и все это в порядке и соответственно он играет очень хорошо джазовый немножко барабанщик который свой джаз поприжал серьезно и конечно клавиши и грязи не откуда просто взяться все расфасовано все все на своих местах все звучит и все очень чистенько и конечно аранжировки очень точные поэтому все прозрачное в то же время мощно ревет плотно и орган создает эту плотность и басовая партия в органе создает плотность звука и по плотности doors наверно были самой громкой группы того времени ну если не считать там до студ же с которой в зачаточном состоянии еще существовали и группа love love в то время играли такую жесткую гитарную тоже музыку forever changes альбом прекрасный который вышел в 67 он еще не вышел да еще не было этих красот группа love кстати да я говорил артур ли очень помог группе the doors получить место в компании электро и звук он конечно это было неожиданно это было ново это было удивительно никто так не звучал не ничего подобного не было iron butterfly только в 68 году стали играть такие клавишные истории тяжелые и это был шок это был шок это был тяжелый рок то очень тяжелый рок для 67 года и в то же время опять-таки основанный на клавишах ну и на конечно прекрасном вокале моррисона с со странной подачей для того времени тоже с одной стороны он поет как в песне crystal the crystal ship очень тонко отлично интонируя эмоционально драматургия у него в пении сильнейшая а с другой стороны вокал повествовательный повествовательный интимный сексуальный и вот сила раздела разула положила на лопатки и делала с ней все что угодно джиму моррисону ну что начну с плохого как всегда как я люблю backdoor man на второй стороне песня вилли диксона известная по исполнению хавленом вулфом классический блюз такое ощущение что этот блюз поет доходяга укуренной удолбанной волосатой тощий бледнолицей хиппи при 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 всем притом еще и истеричной достаточно а песня про веселого ушлого в меру подлого по-хорошему любовника который трахает чужую жену и убегает через заднюю дверь когда приходит муж и ничего никакой там хиппи доходяга истерич с истеричными воплями как джим моррисон здесь устраивает ничего там даже близко нет мне это не нравится версия просто потому что я люблю блюз люблю классическое исполнение этой песни i look at you все в порядке нет а look at you как раз не все в порядке i look at you я вспомнил да эту песню она единственная на этом альбоме укладывается в коллекцию калифорнийских песен вот этих оля оля джефферсон и плейн со странным рок-н-ролльным таким довольно хилым рефреном с таким же куплетом с бренчанием гитары несмотря на то что орган там сзади все в порядке но она очень традиционно она очень для сан-франциско шестьдесят седьмого года такая же как и все остальное ну за исключением тембра голоса моррисона я не скажу что она плохая но она такая же как все мы это не интересно end of the night прекрасная песня психоделическая медными длинноватая и очень цепляющая а вот таки то сеткам с тоже самое послушайте мамы сэнда папы с очень похожа вот это вот калифорний щена которую я люблю тоже но зачем же делать как все но это тоже как все своеобразие здесь никакого нет теперь о хорошем break on truth песня которая вышла на сингле который плохо продавался как ни странно сначала но это одна из моих любимых песен на этом альбоме басанова в барабанах начинается потом тут 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 сначала барабаны басанова потом в правом канале появляется басовая партия органа да и все и понеслось все вместе и вот этот настоящий дорс уже настоящий дорс повествовательный вокал моррисона который переходит в пение очень хорошая гитара басовая партия органа основная партия органа и вот этот звук как фирменный звук дорс который здесь и во всей красе бракон трус соул китчен еще один шедевр и вот эти вот дорсовские дорсовская кабаре такое рок-кабаре и очень странные звуки издает здесь манзарок опять-таки в правом канале очень странный как он это делает на органе я не понимаю ну опять так вот эта повествовательность моррисона переходит в агрессивное пение такой яростный сексуальный напор и и музыка конечно давит давит орган басовая линия давит гитара прекрасная в начале тут конечно кригер дает когда песня начинается плаксивые гитарные такие эти самые бенды очень-очень смешной очень интересно очень кайфово the crystal ship просто прекрасное произведение с фортепиано и с органом одновременно и не верьте тем кто говорит что с одного дубля все записано не с одного основная часть конечно с одного дубля мясо так сказать но потом еще и фортепиано наложено и там кое-где и две гитары здесь есть twenty century fox шикарный номер очень сексуальный опять-таки про девушку да мы все знаем они про кинокомпанию alabama song она мне активно не нравится просто потому что мне не нравится курт вайл и бертоль брахт я никогда не любил ни того ни другого но сыграно очень интересно и сыграно как как вот эта театральная музыка курта вайля здесь манзарок играет партию тубы очень кайфово и очень-очень неожиданно очень интересно но и голос все спасает голос все спасает все отлично про light my фая можно не говорить это шедевр всех времен и народов до с этим таким барочным вступлением и рефреном и финалом рэй манзарко которая потом перехватила группа iron butterfly и вот эту структуру light my фая iron butterfly использовали вовсю ивановскую как говорил моя бабушка но по-своему конечно это сделали но уши торчат группа the doors все-таки варен бутерфлей при всей моей любви к этой группе но вот ну а the end это the end это конец это конец всему послушайте если кто если кто не слушал the end послушайте это конец всему до 11 с половиной минут полного финиша в хорошем смысле этого слова the doors первый альбом 67 год и я пошел пить так же как и джим муррисон никаких наркотиков только алкоголь все пока